История «Самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики» Индира Ганди. Тема «Государство, образованное в результате третьего похода монголов». Прежде чем перейти к третьему походу и созданию государства хулагидов, мы с вами вспомним нашествие монголов на Азербайджан. Образованное под предводительством Чингисхана в 1206 году монгольское феодальное государство начало завоевывать соседние области. Из-за отсутствия единого централизованного государства на территории Азербайджана накануне монгольского нашествия в стране господствовали феодальные распри. В Азербайджане существовали государство Эльденизов, государство Ширваншахов, а в Мараге правило династия Ксунгуридов из рода Равадидов. Первый поход монголов в Азербайджан состоялся в 1220 году и продолжался до 1222 года. Первый поход монголов носил разведывательный характер. Монгольские полководцы Джебень и Субутай грабили и разоряли города Зинджан, Ардебиль, Сараб и подошли к Тебризу. Тебризцы трижды выплачивали харадж и спасали город от разрушения. Из Тебриза монголы внезапно напали на Марагу. Население встало на защиту родного города. Враг, использовав стенобитное орудие, смог ворваться в город. Над населением была учинена кровавая расправа. Затем монголы двинулись в сторону Белагана. Монголы использовали все свои силы для занятия города. После кровавого сражения Белаган был захвачен монголами. Враг жестоко расправился с населением. Отсюда монгольские военачальники направились в Гянджу. Жители города заранее подготовились к обороне. Зная об этом, монголы ограничились лишь взыманием хараджа. Возвратившись из Грузии, монголы вторглись в Ширван. Население Шимахи оказало врагу решительное сопротивление. По словам Ибн Алясира, население города было истреблено. В 1223 году монголы нанесли поражение русско-копчакским войскам на берегу реки Калка. Второй поход монголов на Азербайджан продолжался с 1231 года до 1239 года. В 1231 году монголы во второй раз совершили поход на Азербайджан. Во главе войск стоял Джармагон Найон. Жители Мараги оказали врагу серьезное сопротивление. Монголы с трудом завладели городом, обложив население тяжелым налогом. Затем был осажден Тебриз. В итоге проведенных переговоров многие известные тебрийские мастера были отправлены в Каракурун, столицу монгольского императорства. Отсюда монголы двинулись в направлении Гянджин. После длительной борьбы в 1235 году Гянджа была оккупирована. Захватчики захватили и ограбили население других городов Азербайджана. В Шамкире они встретились с серьезным сопротивлением. Шамкир был взят и сожжен, а население истреблено. Были заняты Товуз и Баку. Оккупацией города Дербента в 1239 году завершилось завоевание Азербайджана монголами. В отличие от первого нашествия, целью монголов во время второго похода было закрепление на захваченных территориях. Территория Азербайджана и Южного Кавказа с 1239 года управлялась наместниками Верховного монгольского каганата. Большинство пригодных земель и пастбищ Азербайджана находилось в руках монгольского наместника. Многие местные феодалы были лишены своих земельных владений. Часть местных феодалов стала вассалами монголов. Феодалам выдавался документ-ярлык, дающий им право управлять своими имениями. Основная сущность политики, которую проводили в Азербайджане монголы, состояла в постепенном усилении зависимости местных феодалов-вассалов от кочевой монгольской знати. В стране начались народные движения и восстания против политики монголов. Третий поход монголов в Азербайджан состоялся в 1253 году. Усилилось стремление к независимости местных феодалов. Монгольский каган недовольный этим дал приказ о начале очередного похода. Хулагу хан подчинил себе большинство местных правителей. Окупация, известная в исторической литературе под названием «Третий поход монголов», охватила обширные территории. В 1256 году Хулагу хан, покорив Азербайджан, совершил поход на Багдад. В феврале 1258 года Хулагу оккупировал Багдад по Аббасидский халифат. На новых завоеванных территориях образовался пятый монгольский улуз государства Хулагуидов. В связи с принятием Хулагу хана титула Ильхан в 1265 году, это государство стало известно как государство Ильханидов. Государство Хулагуидов в течение одного века до 1357 года управляло Азербайджаном. В этот период под названием «Азербайджан» подразумевались территории современного южного и северного Азербайджана. Ильханиды сделали Азербайджан центральной областью государства, а Марагу, Тебриз, Султанье, а затем снова Тебриз столицами своего государства. Карабах являлся летней резиденцией Ильханидов, а Мугань – зимней. После создания государства, обладавшего обширной территорией, Хулагу хан, опираясь на кочевую знать, распределил между принцами и известными эмирами управление органами верховной власти, военными и политическими делами, а также областями. В результате эксплуатации оседлого населения и местных феодалов Хулагу хан за короткое время смог создать централизованные и сильные в экономическом отношении государства. Однако интересы хулагуидов сталкивались с интересами ханов Золотой Орды. По завещанию основателя монгольского государства Чингисхана, азербайджанские земли должны были войти в состав улуса Джуджи. Золотоордынские ханы, недовольные правлением хулагуидов в Азербайджане, часто совершали нашествия на эти территории. Хулагу хан и его последователи предотвращали эти нашествия. Интересные факты. Субутай был одним из первых монгольских полководцев, обративших внимание именно на технические достижения Китая. В первую очередь речь шла об осадных машинах. Именно они в скором времени позволили монголам покорить крупнейшие города и государства Средней Азии. Багдад, взятый в год смерти Субутая, пал перед монголами именно благодаря осадным орудиям. Впрочем, Субутай заметил и еще кое-что. Считается, что он одним из первых в истории человечества заговорил о военном применении пороха, который в Китае использовали в основном для развлечений. История сохранила его имя, но широким массам оно неизвестно. Зато широкие массы точно знают Александра Суворова и Наполеона, которые относились к Субутаю с огромным уважением. Суворов ценил умение монгольского полководца одерживать победы малыми силами. Наполеон отдавал должное тактическому и стратегическим талантам полководца. Во время Чингисхана и его потомков вся армия монголов делилась на десятки, сотни, тысячи и десять тысяч. Тьма. Для поддержания дисциплины и боеспособности в этой армии применялись самые строгие наказания. Например, из одного дезертира казнили всю десятку воинов, за десяток трусов наказывалась вся сотня, а если целые тысячи бежало с поля боя, то казнили целых десять тысяч. В этом плане монголы перешли даже римские легионы. По легендам монголы учились ездить верхом и стрелять еще до того, как научились ходить. А стрельбу из лука они также отрабатывали с самых юных лет. Считалось, что хороший стрелок обязан уметь с расстояния в пятьдесят шагов попасть в мишень в три стрелы. Нашу встречу я завершаю словами Чингисхана. Возможность победы только в Атай.